В этом видео мы, Татьяна и Евгений Гордеевы, рассказываем, как выращиваем кукурузу на малой площади, конвейерным способом, с посадкой в 3-4 срока, чтобы урожай поступал на еду регулярно в течение пары месяцев. Выросло по 2-3 котена и 2 хороших на каждом стебле. Собирали кукурузки варить. Вот такая красивая, шикарная кукуруза у нас получилась. Тужека готовит дикую смесь для посадки кукурузы. Название кукурузы не знаем. Просто берем на рынке местную кукурузу, какая там продается. И вот идет перемешивание кукурузы, которую мы сами собирали, да? В прошлом году или нет? Нет. Нет, все покупная, да? Да. И смесь идет с протравленной кукурузой, чтобы больше шансов было для сходов у кукурузы. Перемешиваем протравленную и непротравленную. Как видите, вообще смешиваем кучу сортов, так как нам ее не собирать на семена, нам пофиг. Семена кукурузы сохраняют схожесть 5-6 лет. Плюс мы стараемся каждый сезон покупать и новый семенной материал. Добавляем перед посадкой в общую смесь. Поэтому в большинстве случаев посадочная смесь состоит по большей части из кукурузы, уже проверенной на схожесть за прошлый сезон и лишь частично из новой. Сеем же всегда с запасом по количеству под прорывку. По сколько, говоришь, по 5 кидать? По 5 штук. Поэтому проблем со всхожестью обычно нет. Если же семена только новые, непроверенные и без протравливания, обычно замачиваем на день. Потом сливаем воду и доводим до проклевывания, например, как эту в тарелке. Так не придется трудиться зря, если кукуруза не всхожая. И больше шансов, что зайдет быстро, прежде чем ее кто-нибудь съест в почве. В принципе, все это кукуруза местная, выращенная в нашей зоне, напоминаем, это ростовка в Луганской области. Поэтому мы недостаточно уверены. Часть даже замоченная здесь и даже начала проклевываться. Частично вот видно. Ну да. Сеем кукурузу под тяпку. Вот так вначале ножка земля выгребается из луночки. Сеем в два ряда. Только сразу две луночки делает. У нас самая простейшая технология посева кукурузы. Можно сказать, даже примитивная. Никаких хитрых маневров. Идет смесь кукурузы. Рассыпается равномерно, чтобы потом два сильных растения, два-три сильных растения осталось на большем расстоянии друг от друга. И засыпается вот таким образом. И тяпочкой прижимается земля, слегка уплотняется. Это обязательно. Кукурузу сеем в три срока. Вот мы разделили грядку на три части. Вот это первая часть мы сеем. Когда вот эта кукуруза взойдет, мы посеем вторую часть. И потом, смотрите, в конце стоит парник. Вот после парника тоже как раз к тому времени вся рассада уйдет. И там тоже мы посеем кукурузу третьим сроком. И таким образом у нас кукуруза растягивается по более длительному сезону. Первая начинает плодоносить. Как раз она завершается. Начинается следующая. И так бывает кукуруза уже поздней осенью. Хотя у людей уже нет кукурузы. А у нас вкусная, сочная, молодая кукурузка. И вот это ранее. Сейчас Жека сам эту работу делает. Не совсем ему, конечно, удобно. Но я сейчас доснимаю и к нему присоединюсь. И мы будем вдвоем. Он будет тяпочкой делать лунки. А я буду бросать зерна. Рядом с кукурузой вот это идет. Это рядок тыквы. Вдоль кукурузы получается тыква. Таким макаром делается вся эта работа. Какое-то время мы даже садили под лопату. Копнул, пинул, наступил на огонь. Когда-то мы садили кукурузу под лопату. Капнули, подняли лопатой. Кинули под нее, ногой притоптали. Четверть века назад под кукурузой у нас было до 10 соток земли. Поэтому и посадка была с меньшим количеством телодвижений. Но сейчас это мелкое вкусное хобби. И сегодня 12 мая. Наш регион Ростовская и Луганская области. Конечно же, в других регионах сроки посева их количество могут быть другими. Например, в более холодных краях кукурузу часто сажают и рассадой. И сугубо раннюю, с тщательно подобранными сортами и только в один срок. У нас же посадка в 3-4 срока. Каждый последующий посев после появления всходов предыдущего. Между посевами 1-3 недели. Но мы ориентируемся не по срокам и датам. А именно по появлению всходов предыдущего посева. Для первого посева часто смотрим и температуру почвы. Ведь температура прорастания кукурузы около 10-12 градусов тепла. Нет смысла сеять ее в холодную землю. Поэтому первое, а то и второе посевы у нас обычно не раньше апреля. Под посев кукурузы мы землю не поливаем, так как недавно шли дожди. Буквально когда там позавчера шел дождь, ливень. Земля влажная. Даже не влажная, а такая прям очень влажная. Этого достаточно. Если бы было сухо, полили бы или грядку заранее за несколько часов, или сами лунки прямо при посеве. Конечно, одному труднее сеять, вдвоем легче. Ну и одному прекрасно, особенно всего-то там каких-то несчастных 3 метра можно посадить. Вот такие мы. Ну и последний штрих, выравнивание участка, чтобы не было корки, не было неровностей, чтобы равномерненький слой был над самой кукурузой. Уплотнение почвы при посадке дает подтягивание влаги к семенам из глубины. А рыхлый верхний слой по сути работает как мульча, дает лучше сохранение влаги в корнеобитаемом слое. Вот так пропалуют сорняки по кукурузе. Мы мульчируем кукурузу сеном не каждый год. Взрослая кукуруза довольно хорошо переносит местную жару. Обычно проблемы только со всходами. У нас уже в мае-июне в воздухе бывает выше плюс 30 и порядка плюс 50 на поверхности почвы, из-за чего всходы могут погибнуть. Если мульчируем, то уже когда вырастает трава. Это конец мая, начало июня. А до этого момента, конечно, при необходимости и пропалываем, и рыхлим, если сильная корка. Все как и в случаях без мульчирования. Перегрев для сходов особенно опасен, когда есть почвенная корка из-за плотного контакта горячей земли и растений. 27 мая и мы продолжаем сеять кукурузу во второй заход. Первый заход уже кукуруза взошла. Вон отсюда видно хорошо. За палочкой, за вот этой. Здесь вот тоже палочка стоит. Вот от палочки до палочки. Сейчас посадим вторую партию. Мы съем кукурузу каждый сезон на другом участке. Не выращиваем на одном месте. Уже показывали примеры наших севооборотов на примере картофеля. И с кукурузой примерно все так же. Только стараемся всегда располагать кукурузу на краю участка. Иначе неудобно поливать огород дождеванием, когда посередине кукуруза 3-4 метра высотой. Кстати, земелька такая влажная, классная сейчас. Я бы сказала, удачный момент для посадки. Кстати, это получается, сколько? Два дня ливни, да? А на завтра уже супер жара обещается. И потом уже все, никаких ливней, да? Да. Уже жара, пекло. По крайней мере, ближайшая неделя 30 градусов, а лучше. В принципе, обычное явление для нашей местности. В принципе, процесс такой простенький, нетрудный. Выравниваем и рыхлим поверхность. Обычно кукуруза у нас растет рядом с тыквой. Семь обоих по краю участка, не больше, чем в 2-3 ряда. И сознательно делаем лунки соседних рядов, не в шахматном порядке, а именно друг напротив друга. Так лучше долетает вода от поливалки. В итоге и кукуруза, и тыква прекрасно себя чувствуют на краю участка. Влаги хватает обоим. Тыкву направляем расплетаться за край огорода. Чтобы она не мешала молодой кукурузе. Да и пусть сразу растет в сторону, которая для нее запланирована. То есть вот сюда, в травку. И никто из них не мешает растениям на основном участке. Мы сажаем кукурузу примерно по схеме 30 на 60. То есть вот так 60. А вот так около 30. После того, как кукуруза взойдет, и достаточно подрастет, когда уже хорошо видно, какая сильнее, какая слабее, прорываем, оставляя в гнезде примерно по 2-3 наиболее далеко стоящих друг от друга растений. Ну и естественно, самых сильных. В данном случае оставили 3 штуки. Остальное пойдет для мульчирования. Вот эти сверхранние помидорчики мы оставим. Этот кустик, тут кустик или парочка, да? Там в гнезде висят. Или 2 или 3. А вообще, вот остатки рассада, она сейчас самая-самая жирная, самая-самая красивая. Просто вот обалдеть. Но она нам не нужна, и мы ее сейчас повыдергиваем. Здесь посадим кукурузу в третьем заходе. Пойдет на компост. Да, оставим куст базилика. Ну, там, вернее, три куста мы их оставим. Вот этот куст помидор, да? И что ты там еще хотел оставить? Ну, посмотрим. Да. Ну, помидор, он просто, он потом вырвется. Он вызреет и вырвется. А все остальное сейчас Жека нещадно. Всегда жалко, потому что вырастает такая толстенькая рассада. Вот, кстати, это идут не штамповые сорта, тоненькие. Все. Ну, как почти растаял со стомидорками. А пошла на компост. Третий заход по посадке кукурузы. Предыдущий он второго. Второй заход устойчиво взошла. Время садить третью. Смотрите, как выглядит первая кукуруза. Она уже большая. Жека ее прорвал, замульчировал. Рядом колосится, буквально не колосится, а распушилась тыква. И теперь будем третий участок. В общем-то, это последние работы по посадке семян в грунт. Пошла помогать, Джеки. Сейчас мы показываем посадку в три срока. И этот посев последний в сезоне. Вообще же, вот пример, когда сеяли в четыре срока. Начиная с апреля по середину июня. Уже посеем третий заход кукурузы. Остался еще один вместо вот этого участка. Таким образом, растягиваем плодоношение. С той стороны видно, самая первая. Ее приходилось заморозка выкрывать. Да, и вот эту приходилось. Слишком уж холодная весна эта с затяжными заморозками. Но, эту, скорее всего, уже не придется, потому что уже сегодня, 6 июня, вчера посажена. Хорошо видно, что которую первую садили уже сухая, давным-давно собранная. Здесь уже собрана даже. Сейчас собирается третий и четвертый заходы. Причем, вот этой света хватило больше всех. Там уже качана есть, несмотря на то, что она чуть ниже, чем вот предыдущие все заходы, посадки. Так-то у нас почти каждый сезон приходится периодически прятать первые сходы кукурузы от заморозков вплоть до конца мая, а то и до начала июня. Весной у нас часто морозит до минус 10-15, да и в начале июня бывает до минус 5. Ну, пока вроде все живое. Вот открыли кукурузку, нормально все с ней. Гарантированный безморозный период в нашей местности меньше трех месяцев, несмотря на южный регион. Так что последний посев иногда не успевает полностью вызреть до заморозков. Но площадь под кукурузой маленькая, поэтому смело рискуем и, конечно, держим на готове укрытие и весной, и осенью. Ну, и сейчас мы возвращаемся к сезону, где кукуруза посеяна в 3 срока. И последний штрих выравнивания земли граблями. Все! Мы сделали это! Посадили все! Жек, помаши ручкой! Мы все посадили! Ура! Третий посев кукурузы уже зашел. Все отлично, уже гадки видно прям. Хорошо видно. Самая первая посаженная, вторая посаженная и третья. Кукурузу второго посева мы уже прорвали. Ну, это немножко подождем, чтобы было устойчиво видно, что там съедено, что более сильное. И тоже нужно будет прорвать. Кукуруза поливается так же, как все остальное обычной нашей дождевалкой. Поливаем кукурузу вместе со всем участком, как обычно, не чаще, раза в неделю и только в дневное время, чтобы ночевать уходило сухими листьями. Конечно, стараемся, чтобы не было сильного ветра, иначе высокие растения в размокшую почву может повалять сильными порывами ветра. Сейчас кукурузу штормовым ветром свалило, но не сломало. Она, в принципе, дорастет. Конечно, если температура воздуха запли 40, и по листьям видно, что растения явно страдают и листья буквально начинают засыхать, бывает слегка освежаем и вне очереди души. Просто зажав шланг пальцем. Кукуруза достаточно охотно пускает воздушные корни. Ее можно окучивать это на случай, если она растет на открытой местности, есть опасность сильных ветров, особенно после дождя ее может валять. Например, пример. Лежит, свалило ветром. Но у нас особой опасности нету, в принципе, такой, поэтому мы не окучиваем. но, как вариант, вот так вот, если засыпать землей, будет гораздо безопаснее. Причем, вот эти корни, они жесткие, как проволока. Она их выпускает в стороны и сама идет в землю, находит, закрепляется. Вот эти уже добрались сами до земли, но эти добрались бы, если бы их окучить. На 19 июня конвейерный способ выращивания кукурузы. Первый посев, второй посев и третий. Кукуруза наконец-то домульчирована сеном полностью. Обычно кукурузу мульчируем все-таки в большем размере, но сейчас замульчировали вот так, потому что все-таки очень жарко, туговато ей приходится, может даже засохнуть прямо у поверхности почвы из-за перегрева. Сеном ей уже ничего не грозит. Почва где-то градусов на 15 в среднем меньше греется под сеном. При высоте примерно по пояс кукуруза может пускать такие вот побеги внизу. мы называем детки их желательно удалять поскольку на них растения тратят силы и урожай получается меньше. Поэтому надо выламывать. кукуруза корни свои есть. Это конечно не самостоятельное растение, но их лучше не оставлять. еще один торчит и видно внизу. Я мальчи пойду. вот подобное это нужно сразу удалять участка. Желательно даже вместе с растением заболевания. кукуруза первого срока вот там уже есть что-то сварить даже. Это второй срок, но это которую последние сажали. 27 июля сегодня. все еще хорошо видно ярусы. Вот и началась петь кукуруза. Мы определяем спелость глядя во-первых если волокна засохли, во-вторых конечно видно они становятся полными. Ну и финальный такой штрих чтобы определить источник. Просто вот так слегка отбегаем с края и смотрим. можно конечно еще в середине вот так надрезать проверять но тогда могут быть недозревшие вот здесь потому что она зреет снизу и средней часто сначала а вот эти вот зерна на верхушке они созревают дольше остальных. зерна видно что здесь еще зерна немного недозревшие там пока нету третий тоже пока нет а вот это сейчас уже начнем резать выросла по 2-3 котена и 2 хороших на каждом стебле третий начинающий хорошие большие может тот еще дойдет есть вот тоже 2 и 3 2 крупных один еще идет ну третий неизвестно вырастет нет но два точно вырастет в общем хороший определяем спелость по сухости волокон полноте вот так внешне в принципе слегка зубья даже прощупываются так ну и конечно проверяем вызрела ли она доверху слегка вот так оттягиваем видно что готово слишком сильно потрошить ее не стоит потому что если она еще не вызрела то начинают клевать птицы они когда зерна видят начинают потрошить но это все срезаем нащупываем где тут край толстый срезаем мы ее варим прям в кожуре поэтому так и бросаем везро тоже хорошее видно что везро сегодня будем есть кукурузу птирая всегда радует кстати вот видно что птицы не дремля кукурузу которую недавно проверяли вот она как только до готовности дошла сразу клевать начали поэтому немножко надо ее врезать кстати эта верхушка она бывает и не всегда вызревает поэтому не факт что если ждать обязательно все эти зерна созреют бывают они просто оказываются пустыми тем не менее здесь уже готово для варки мы собирали кукурузки варить варим не меньше вот это два 20-литровых ведра мы всегда такими большими партиями и варим мы прямо в кожуре прямо вот в этой зеленой оболочке не обчищаем да не обчищаем это зеленая штука она на вкус между прочим сладкая да а вот эти рельсы кукурузные они вообще очень полезные там лекарственные лечат кучу всего по крайней мере в античном виде сваренная кукуруза намного слаще вкуснее да ну вот будем варить мы с кукурузой сильно не заморачиваемся промываем прям в кожуре початки и в таком виде и варим если вы слишком щепетильны имейте ввиду что в кукурузе бывает водятся червячки и совки но они крупные которые выедают вот такие вот впадины естественно они могут оставаться внутри под кожурой если вас это слишком останавливает то стоит чистить но а варить кожуру и волокна все равно лучше иметь с кукурузой потому что они сладкие вкусные хотя кстати даже червяки эти крупные гусеницы мы как-то их пробовали на вкус они сладкие на самом деле то есть вкус они не испортят особенно у некоторых народов гусеницы даже в почете как и другие насекомые варить кукурузу лучше прям с волокнами кожурой потому как они сладкие и вкусные и Жека сейчас это продемонстрирует что действительно все это вкусное а кстати это все на самом деле полезное и вот эти как не лечебные даже да рыльца они лечебные лекарственные делают даже с них отвары разные вкус приятные сочные сладкие мне захотелось пожевать да сочные сладкие слишком щекетильные поэтому промыли плотненько уложили нужно варить если же варить кукурузу в очищенном виде все равно стоит вот таким вот заложить дно чтобы кукуруза не пригорало и таким же потом накрыть вместе с волокнами и так далее в любом случае варить лучше именно с вот этой зеленью и волокнами потому что вкус будет намного лучше конечно в продаже можно видеть что частенько продают уже очищенную но если речь идет о выращенной самостоятельно тут уж буквально грешно вот это вот выбрасывать и не проваривать раствор получается гораздо более сладкий чем без всей этой шелухи заливаем водой заливаем примерно грови с кукурузой но вареном виде вот эти вот листья уже непосредственно убираются прямо перед грибой мы варим кукурузу под крышкой объем довольно большой у нас кастрюля 40 литровая варим на открытом огне на дровах ну и наша кукуруза готова ну прям внутрь я не буду залазить горяченькая еще бы сейчас порцию маме отнесем красота ну а остальное будем кушать сами варим в гигантской кастрюле а так мы варим кукурузу и варим не меньше 2-3 ведер за раз а потом в холодильник едем да будем чистить сейчас она горячая а потом остынет варим кукурузу по 2 часа потому что меньше от нее бывает пучит довольно хорошо кукурузу проваривать надо насколько знаем совсем молодую кукурузу можно сварить и минут за 20 но мы собираем урожай примерно раз в неделю и початки разной спелости 6 сентября мы продолжаем варить кукурузу посаженную в 3 захода кукурузу мы убирали 2 месяца вот что значит верная посадка та которую садили последняя вот она в конце она самая зеленая это менее зеленая в середине вторая посадка и первая посадка она уже подсыхает там уже ничего нет вот такая красивая полная сладкая шикарная кукуруза у нас получилась сейчас будем лопать вдоволь сколько вот захочется ух горяченькая вкусненькая сладенькая кукуруза ммм сладкий рассол еще бы рассол сладкий вот и все если видео информация понравилась полезной ставьте лайки и жмите колокольчик чтобы сразу узнавать о выходе новых видео и делитесь с друзьями удачи и отличных урожаев с вами были Татьяна и Евгений Гордеевы а если у вас есть опыт выращивания кукурузы пишите в комментариях поделитесь опытом ведь наши фильмы смотрят люди из 130 стран комментируют и читают если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом упоминая регион условия и особенности выращивания это поможет всем легче ориентироваться понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях несмотря на климатические аномалии заранее спасибо когда-то мы выращивали много кукурузы воздушной жарли попкорн на продажу а сейчас решили все это отдать соседке тоже стоит несколько лет мы это явно не съедим не съедим аномалии 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 аномалии